На испытательном стенде принципиально новое изделие – миниатюрная камера сгорания малоразмерного газотурбинного двигателя. В самой конструкции ничего удивительного нет. Новым является способ изготовления детали. Ее распечатали на 3D-принтере. Причем впервые для этой цели использовали не импортный, как раньше, а отечественный металлический порошок. Испытания показали, что материал, из которого сделана камера сгорания, выдерживает рабочие температуры, которые сопровождают работу камеры сгорания. И в дальнейшем мы планируем провести цикл испытаний по теплонагрушенности камеры сгорания. Внешне это напоминает духовку. Вот только пироги в ней пекут металлические. В Самарском университете выращивать таким образом детали двигателей начали год назад. И вот логический результат. Технология готова к применению. Специалистам удалось полностью отработать все стадии производства. Получили порошок от отечественного производителя. Мы отработали режимы. Мы отработали технологию получения изделий уже. И мы смогли испытать это изделие. Аддитивные технологии лазерного спекания. Так называется этот процесс. Аддитивные, значит, полученные путем сложения множества мелких частиц, каждый размером в микроны. Слои толщиной меньше человеческого волоса ложатся один за другим. В итоге получается деталь, заданная компьютерной программой. Сегодня этот способ производства слишком затратный. Изделие получается таким, как если бы оно было сделано из серебра. Но техника развивается так, что уже в ближайшие десятилетия 3D-принтер по металлу станет столь же привычным в быту, как электрическая соковыжималка и микроволновая печь. Принтеры пластиковые, они уже практически входят в повседневную жизнь. То есть любой человек может научиться делать какие-то детали, выращивать. Ну, металл, наверное, думаю, лет еще 10 пройдет так, чтобы у нас у каждого стоял на принтер на столе. Да, если вдруг надо что-то срочно там распечатать для мясорубки, то мы раз-раз-раз заложили и распечатали. Что касается производственной сферы, главные достоинства 3D-принтера – значительное ускорение процесса. На изготовление камер сгорания двигателей раньше уходили годы. Аддитивные технологии позволяют сделать это за сутки. Уже совсем скоро мир заполнит конструкции, распечатанные на 3D-принтере. Международная конкуренция диктует свои правила. В перспективе в небе останется тот, кто сможет придумать двигатель, принципиально новый, с точки зрения динамических, экологических, жумовых характеристик. Использование аддитивных технологий позволит решить эту задачу в десятки, а может быть и в сотни раз быстрее. Олег Зверев, Максим Гусев. События.